Начнем. О чем я сегодня буду рассказывать? Я буду рассказывать о том, как хорошо, что у нас есть интерпретаторы, как хорошо, что их вообще придумали, и как из того, что у нас есть интерпретаторы, получить больше, чем мы имеем. Начнем мы с простого. Зачем нам вообще нужна такая вещь, как REPL? Что дают нам интерактивные интерпретаторы? Я задал этот вопрос нескольким своим знакомым, и самый частый ответ, который я слышал, это калькулятор. Практически все книги по интерпретируемым языкам программирования так или иначе начинаются с того, что можно запустить интерпретатор, написать там 2 плюс 2 и получить 4. Я видел такие примеры даже в книге про Erlang, который сложно назвать калькулятором. Для чего еще можно применять интерпретаторы? Для того, чтобы быстро похачить какой-то код, посмотреть, как что-то работает. Хороший пример этого – это стандартный shell джанги, и это будет моё первое и последнее упоминание джанги за сегодня. Также мы часто используем интерпретаторы и их консоли для решения каких-то проблем. Когда у нас есть задача, мы можем очень быстро накидать какой-то код, посмотреть, как он себя ведет и в конце концов превратить его в рабочее приложение. С помощью интерпретатора мы решаем проблемы, которые было бы дольше или сложнее решать в полновесной DE. Ну и наконец, в некоторых случаях Python может быть проще, чем, например, bash или zsh или perl. И мы можем выполнять какие-то общие, общесистемные задачи, даже задачи системного администрирования просто в интерпретаторе, потому что какие-то… что-то в нем делать проще, ну или вы не настолько хорошо знаете тот же bash. Ну и наконец, Matan. В Python есть замечательная библиотека SkyPy, которая позволяет выполнять очень сложные математические расчеты. И в принципе, если бы этой библиотеки не было, то у меня сегодня, наверное, была бы совершенно другая тема для доклада. Но, тем не менее, на Python очень популярно считать сложные вещи. И для этого, опять же, используются интерпретаторы. Что же такое REPL? REPL – это цикл read, eval, print, loop. Это, собственно говоря, то, что означает эта аббревиатура. Если мы посмотрим конкретно на первую часть, на часть read, что она подразумевает? Она подразумевает то, что интерпретатор парсит код. Вы пишете интерпретатору, интерпретатор это читает. На самом деле, с точки зрения человека, с точки зрения программиста, этот read – это ваш write, то есть то, что вы пишете код. Когда вы пишете код, если вы хороший программист, у вас большой опыт работы с каким-то конкретным языком, платформой, естественно, вы можете писать код вслепую, без автодополнения. Вы знаете именно функции, вы знаете именно методы, вы знаете, в каком порядке и как они принимают аргументы. Зачастую вы просто экспериментируете. Вы еще не ознакомились с фреймворком, вы хотите посмотреть, какие возможности он вам предоставляет. Поэтому для конкретно человека, для программиста study read, она больше связана с чтением, чтением документации. Что такое evaluate? Eval – это выполнение вашего кода. Поскольку вы прочитали о том, как какой-то метод или какая-то функция работает буквально только что из документации, естественно, вы можете где-то напортачить. А раз вы можете напортачить, скорее всего, вы что-то ввели неправильно, у вас возник или exception, или все закрешилось, или совсем печально. Поэтому на этой стадии важный момент – это то, что интерпретатор должен быть непробиваемым. Он должен предоставить вам достойный fallback, он должен предоставить вам stack trace в случае ошибки, он должен намекнуть вам на то, что и как вы сделали неправильно, чтобы вы могли быстро исправиться. Ну и, наконец, print. Что важно в выводе информации? В выводе информации важнее всего, чтобы, простите мне эту автологию, что информация должна быть информативной. Если вы видите массив из 10 тысяч элементов, и все 10 тысяч элементов выведутся сразу на экран, скорее всего, в этом не обрадуйтесь. Конечно, современные терминалы поддерживают history, они поддерживают скроллинг мышкой, но это 10 тысяч элементов. Это все равно много. Поэтому интерпретатор должен предоставить информацию в удобно читаемом виде. Цветовое кодирование. Когда весь экран с серым текстом на черном фоне, ну или для гиков с зеленым текстом на черном фоне, вы не получаете дополнительной информации. Обратите внимание на этот слайд. Это единственный слайд в этой презентации, где есть розовый текст. Это не случайно. Это цветовое кодирование. Это означает, что на этом стадии появится розовое пони. В этой презентации больше нет слайда с розовой пони. Вы могли бы догадаться о том, что сейчас появится что-то розовое, потому что слайд уже был розовый. Видите, это цветовое кодирование. Ну, опять же, важный момент – это то, что любая дополнительная информация, если она есть, она должна отображаться по требованию. То есть интерпретатор должен знать все, но выводить это вам он должен только порциями. Почему? Потому что питон умный, а мозг глупый, мозг не успевает обработать все то, что питон хочет ему показать прямо здесь и сейчас. На этой веселой ноте мы подходим к основной теме доклада – к IPython. IPython – это обалденная библиотека. Знаете, я сделал специально этот слайд. Это обалденная библиотека. Это вторая библиотека, которую я вообще ставлю на чистую систему. Почему вторая? Потому что первая – это readline. В Mac сломан readline, поэтому сначала надо поставить readline, а потом уже IPython. Тогда все просто обалденно. С IPython очень просто начать. Но фактически он выглядит точно так же, как ваш питоновый shell, только он чуть-чуть красивее, чуть-чуть более цветной. Создали переменную, вывели переменную, все работает, все такое зелененькое, синенькое, красивенькое. IPython позволяет вам учиться на лету. Если вы не знаете, какие есть методы, вы делаете tab compression. Два раза нажали tab, у вас список методов. Отсортированный, с поиском, написали часть букв. Все работает, все так, как оно должно быть. И самое главное, в IPython интегрированная документация. Это то, за что этот shell люблю больше всего. Вы пишете знак вопроса, вы получаете docstring, в котором обычно написано, что сейчас произойдет. Откуда этот метод, какие у него аргументы, что он, собственно говоря, делает. Но и это не все. IPython в тех случаях, когда вы не понимаете, что происходит в docstring или когда банально docstring нет, может предоставить вам исходный код. Обратите внимание, сейчас мы уберем тот код, который не актуален. Мы возьмем Django. Да, я извиняюсь, я вас обманул. Django упоминается еще и на этом слайде. Мы берем какие-то там валидаторы. Я брал этот класс пас просто наугад. Мы берем email валидатор, смотрим в docstring. А docstring у него нет. Как эта штука работает, непонятно. Вот я раньше Django не видел. Что этот класс делает, вообще не очевидно абсолютно. Поэтому мы пишем два знака вопроса. Вообще в IPython и секретный режим можно писать два знака вопроса. Три знака восклицания VTF, тогда он сам напишет за вас код. Но на данном случае мы остаемся просто на двух знаках вопроса. И IPython предоставляет исходный код. При этом этот исходный код уже достаточно красиво раскрашен. Это не серая мешанина. Это текст, в котором можно пытаться ловить ключевые слова и понимать, что вообще тут происходит. Например, видите, тут есть интересный момент. Из комментариев видно, что email валидатор пытается сначала провалидировать текст как адрес, но если у него ничего не получилось, то он еще раз попробует, но в домене примерит кодирование ID. Вот, казалось бы, уже на этом можно считать, что IPython крутой. Но на самом деле я сегодня расскажу, почему IPython на 20% круче, чем вы думаете. У IPython есть killer feature. Это режим редактирования. Я почти год программил на Ruby и мне весь этот год не хватало вот этой фичи. О чем она? Мы возвращаемся к нашей консоли. Мы пишем %ED. У нас открывается текстовый редактор. Это может быть Vim, Emacs, Sublime Text, TextMate, что угодно. Это ваш любимый текстовый редактор с любимыми комплешинами. Вы в нем пишите код. Этот код эвалюитится в вашей консоли. Вы можете вызвать функцию, которую вы только что набрали. Just simple as that. Это просто работает. Когда вам не хватает возможности редактирования терминального окна, вы можете изменять код в вашем текстовом редакторе. Естественно, в терминале вы тоже можете писать код очень удобно, учитывая то, что в Python все построено на пробелах. Ipython об этом знает, поэтому сам ставит за вас пробелы, тем самым экономя ваше время. Мы написали функцию. Она простая, она из двух строчек. Мы запустили функцию. Оказалось, что функцию мы написали неправильно. Ipython в этом случае предоставит красивый, опять же раскрашенный, достаточно детальный трейсбэк на тему того, где мы были, куда мы попали, почему все не работает. Как вы видите, я допустил опечатку, я назвал переменную grid, а на самом деле пытаюсь добраться до переменной word. Можно прямо в терминале изменить этот кусок текста еще раз и изменить функцию. Но Ipython намного круче этого. Вы видите, что каждая строка программирована in8, out8. К любой строке, которую вы вводили в пределах текущей сессии, можно обратиться напрямую. Например, прочерк I9 – это девятый input. Прочерк 9 – это девятый output, очевидно, да? И мы можем передать input прямо в editor. Таким образом открывается sublim-текст с тем кодом, который у нас неправильный. Мы его исправляем. Он переэвалюатится. Мы запускаем снова функцию ohigh и она работает. На самом деле ничего сложного, но edit он намного круче, чем это. Там очень много всяких разных интересных опций. Он позволяет открывать предыдущий буфер, позволяет открывать несколько строк ввода и прочее. Еще две классные вещи – paste и c-paste. IPython сам автоматически умеет составлять то, что у вас в буфере обмена. Подумайте, как это круто. Вы нашли какой-то сниппет кода в вебе, вы его скопировали, в IPython делаете paste, оно сам вставит и сам заэвалюатит. Вот я сделал paste, он взял какой-то кусок кода, вставил, заэвалюатил и вывел 20% color. Это же замечательно. Это намного меньше клацания кнопки. Это не надо при вставке думать о том, что у вас где-то проехали пробелы, табуляция, но просто работает. И раз уж мы заговорили про paste, невозможно не упомянуть про pastebin. Это обратный процесс. Если paste обычно мы что-то стащили с интернета и вставили себе, то pastebin это взяли у себя и вставили в интернет. Зачем это нужно? Чтобы быстро объяснить другу, что у тебя вот эта штука не работает и чтобы он помог, да? Как это выглядит? Мы берем pastebin. На входе этот макрос принимает строку. Можем даже передать ему вызов функции. На выходе он дает нам url. Как вы видите, это url на гитхаб. Гитхаб это крутая штука. Гист это тоже обалденно. Более того, IPython настолько крут, что прямо отсюда, прямо из shell своего он позволяет вам выполнять команды в системном окружении. Через знак восклицания. Но и это не все. Вы видите, мы написали доллар прочерк. Естественно shell снаружи не знает о том, какие перемены у нас есть в питоне. IPython пробрасывает перемены из питона в shell, где они превращаются в строки. То есть переменная прочерк это предыдущий вывод. Команда open получает вот эту строку с url. Ну и мы попадаем на страницу гитхаба со сниппетом, который у нас был. Обо всем этом и многих других командах вы можете почитать по справке в %Magic. Я, к сожалению, ограничен 30 минутами, поэтому просто не успею вам все это рассказать. Чтобы вы понимали, насколько IPython крут, вот это то, что я сейчас сказал, это было 3% из 20. Вот это легко дает ему еще 7%. В IPython можно писать код на Ruby, он будет запускать Ruby, эвалюетить код на Ruby, возвращать вас в питон. Вам не хватает Ruby? IPython поддерживает даже Perl. Вы можете запустить из IPython Perl, написать программу на Perl, выполнить ее и вернуться назад в питон. Ваши возможности просто безграничны. Но все, что я говорил, это касается, естественно, терминала. Да, нам надо открыть терминал и работать в терминале. IPython дает вам намного больше. IPython дает вам полноценный графический интерфейс. И мы говорим не только о том, что он интегрируется с event loop, популярный библиотек. На IPython не в консоли, вы можете писать программу на PQT, PGTK, VX Widgets, даже на Koka. И питон будет нормально работать, будет работать консоль, будет работать в ГУИ, потому что IPython умный. IPython не с недавних пор. Просто обалденный графический интерфейс на Qt. Посмотрите, какой он крутой. Во-первых, он на белом фоне. Очень редко, когда у кого видишь терминал с белым фоном. Во-вторых, автодополнение в нем поддерживает меню. Вы по этому меню можете ходить стрелочками. Ну и что просто замечательно, у него крутые tooltipы. Вы открыли скобочку и сразу все видно. Естественно, люди, которые разбалованы современными средствами разработки, могут сказать, но у нас же все это есть. У нас есть Picharm, который делает такое же. У нас есть какая-то там Pydev под Eclipse, которая делает то же самое. Это же не IDE, это простой блокнот. Вы не можете в Picharm просто так вот написать код, его выполнить. А здесь вы можете экспериментировать. Эта штука грузится очень быстро. Тут нет Java. Что намного круче и что точно не умеет никакой IDE, это умеет только IPython. Запоминайте. Он поддерживает форматирование. IPython – это единственная консоль для Python и одна из немногих в принципе интерактивных консолей, которая позволяет делать вот так. Вы можете взять картинку, отобразить картинку прямо в консоль, но это же магия. Это магия в чистом виде. Естественно, форматирование намного больше этого, но как минимум это. Но еще немножко про волшебные функции IPython – kernels. IPython с новой версии стал настолько крут, что интерфейс, то есть консоль и сам интерпретатор, они независимы. У вас есть консольный или графический интерфейс и есть kernel, который выполняет эти команды. Если вы запускаете IPython в виде консоли или Qt консоли, вы увидите пару непонятных строк в терминале. Чтобы подсоединиться другим клиентам к этому kernel, вы должны использовать соответствующую строку. О чем это на самом деле? Это о том, что у вас может быть один вычислительный блок питона и у него несколько разных консолей. Все это работает благодаря замечательной волшебной вещи, которая называется ZeroMQ. Это на самом деле очень гибкая, очень крутая платформа, но я не успею вам про нее сейчас рассказать, так что я советую вам погуглить. Это реально круто. Чтобы вы поняли, как это в принципе выглядит, мы продолжим немножко наш пример. Вы видите, что в переменную s мы записали строку hello world. Теперь мы запускаем IPython консоль и цепляемся к существующему kernel, который запустила Qt консоль. Видите, строка s здесь все еще hello world, это один и тот же интерпретатор. Мы меняем строку здесь, мы делаем make written by icon и в графическом интерфейсе прямо здесь же меняется эта строка. Видите, у вас история была четвертая, стала седьмая, потому что две команды пришли с другой консоли. Это просто волшебно. Вы можете в одной консоли текст редактировать, в другой проверять, какие у вас значения в переменных. Вы можете на одном экране писать сами, на другом экране вам будет помогать ваш коллега или ломать ваш код. В общем, простор для фантазии просто не ограничен. Ну и под конец самая крутая штука, которая вообще есть, была и когда-либо будет в интерпретаторах. IPython можно использовать как блокнот. Я сейчас это покажу. Блокнот поддерживает все эти фичи, о которых я только что рассказал. Блокнот поддерживает еще более навороченную разметку, чем Qt-шное приложение. И самое, наверное, классное. Блокнот сохраняет все, что вы в него вводите. Вы можете сегодня это написать, закрыть, а завтра продолжить с того места, где вы написали. Это просто идеально, это просто рай для ваших сниппетов. Как это работает? Блокнот – это веб-приложение. Мы взяли Qt-шную сессию, ставили сюда. Вы видите, здесь есть текст. Здесь есть код, который можно эвалюитить. Он все также поддерживает картинки. Более того, он поддерживает формулу. Видите, вот внизу формула на латексе. Это просто работает. И поскольку блокнот на самом деле это просто еще одно ядро IPython, то есть это IPython kernel. Блокноты поддерживают GUI-приложение. Вы можете из блокнота создать кнопку и показать кнопку на экране и привязать к ней обработчик событий и делать вообще что угодно. И это останется между перезапуском. Вы подумайте, как это круто. Вы можете зайти на свой рабочий сервер, поднять там сессию блокнота и все кидают туда сниппеты, да? Или вы написали в блокноте заметки себе, что вы будете делать. Вы спокойно уезжаете в отпуск, вы возвращаетесь из отпуска и у вас в блокноте записано все, что надо делать и как это делать. На самом деле я долго искал цитату, которую я мог бы сюда ставить. И вот эта цитата мне очень понравилась. We all have possibilities we don't know about. We can do things we don't even dream we can do. Мы все имеем возможности, о которых мы даже не думали, но мы можем делать такие вещи, о которых мы даже не мечтали. Это сказано почти точно о iPython. Спасибо. Вопрос. Можно ли с помощью iPython приготовить кофе? Конечно, можно. Каким образом? Я сейчас расскажу это очень просто, очень быстро. Во-первых, вам нужна кофеварка. Во-вторых, вам нужен arduino. На arduino вы запускаете сервер zero MQ, а потом просто работаете через Pizio MQ. Это очень просто, очень быстро. Там буквально 10 строк кода на питоне. Как я совмещаю написание кода и редактирование? Очень хороший вопрос. Обычно, когда я пишу небольшие объемы кода, я его пишу прямо в сессии iPython, которая у меня постоянно сохраняется на диск. То есть у меня на диске всегда сохранена текущая история. Я всегда могу вернуться к этому коду. Когда мне этого не хватает, то есть когда я пишу тестовые классы или какую-то большую функцию, я запускаю внешний редактор. И вот тут оказывается, что когда запущен внешний редактор, то shell iPython, естественно, заблокирован, потому что он ждет вывода, вернее он ждет ввода из этого редактора. Вот тут как раз очень хорошо выручает вторая консоль, в которой можно посмотреть, какие там у тебя локальные перемены, что в них сейчас записано, чтобы просто это вбить в редактор. То есть у нас получается одна консоль, где мы редактируем и экспериментируем, и вторая консоль, куда мы подсматриваем, что писать. На самом деле, когда у нас две консоли, это действительно повышает продуктивность. Почему? Потому что мы пишем тестовый код в одном терминале, а что писать, если нам надо быстро посмотреть, нам не надо этот код там куда-то копировать, сохранять его временно и проверять что-то. Мы это можем быстро проверить во второй консоли. Это очень удобно. АПЛОДИСМЕНТЫ